Всем привет! Сейчас еще одна сетевая партия в Норсгард, правда теперь случайное лобби, случайные люди, так что не будем разговаривать с другими, но постараюсь зато больше объяснять, что происходит. Так, ожидаем игроков, я за клан оленей играю, поэтому у меня сразу плюс 75 к еде древесине и золоту, зал скальдов заменяет пивоварню, дополнительная слава, припасы дают, ну это когда я ярла и тана, так пока у меня одна способность есть. Так, давайте сразу устроить лагерь разведчиков, тут у меня вот волк какой-то ходит, давайте наверно в лагерь разведчиков и дом сразу поставим, так этот разведчик хай становится разведчиком, тут вот волк, так что я пока не буду тут открывать, мне надо найти территорию без монстров всяких, чтобы быстрее заселить, ну и желательно, чтобы там был плюс к добыче дерева, хотя у меня и так дерева пока дофига. Так, это делает эту территорию, о, тут олени, тут можно еду добавить, отлично. Колонизируем эту область, сразу ставим хижину охотников. О, и рыбу еще, зашибись. А, сейчас еще дом лесоруба надо все-таки где-то поставить. Да, тут и поставим дом лесоруба, так далее. И эту территорию колонизируем, потому что тут и поле, и камень есть, нормально. Плодородная земля, вот это вот, ну, ферму можно строить, но она хуже, чем олени, потому что только летом, только летом тут еда добывается. Так, вот теперь старушку охотника, как видите, я на русском языке специально для вас поставил, ну и посмотреть, как оно, кстати, на русском будет. Так, тут все ограничено, сейчас я вот эту территорию исследую, да, пойду сюда. Но здесь камень, рунные камни, кстати, это для науки, для мудрости очень в тему будет. Так, тут все ограничено, что это для мудрости. ай тут леса немного да ну пока вот вот эта область очень богатой едой что мне в тему теперь мне следующее надо построить военный лагерь и обучить ребят войне так устроим пир пожалуй так сколько мне надо чтобы ущебный лагерь 50 дерево нормально успеем построить как что-то за восклицательный знак неизвестно денег у меня нормально так что я сразу двоих наверное сделаю войнами и нападу на этих волков но эту я это быстро не буду колонизировать мне лучше вот эту колонизировать то есть на начало будет медведя убить зал скальдов 80 это чтобы счастье еще получать за он скальдов пригодится сейчас войны два из двух так отлично готово хотя колонизированный обыскать и счастье дает так что наверное все таки колонизирую 80 тем более еды у меня нормально почему нет найти сюда пока перебежим войнами си вот эти волки будут на меня нападать в принципе тут бы камень стоило добывать но сначала дома нужны давайте попробуем напасть на медведя медведя посмотрим поближе к границе будем нет не получится так больше дерево сила плюс два к золоту давайте плюс два к золоту пока да ладно вот именно тут нападают а чтобы не строить торговый пост пока так мне надо зал скальдов и хиллеров но и даже сначала наверно хижину плечи так 80 а сторожка хижина знакри 60 то есть 140 ну ну давайте зал скальдов сначала зима начнется ну по идее я должен выстоять что этот восклицательный знак интересно значит так минус три еды плюс нормально нормально выстоим просто счастье быстрее быстрее рожает чем больше счастья тем быстрее они появляются ну и тем более мне тут будут славу еще давать а мне надо набрать 200 славы плюс 50 к еде довенесение золото ну почему они на эту территорию нападают ну блин ну что убьют меня сейчас двоих да мне нельзя тут терять домик надо одного волка завалить да тут надо поставить Ведь башню просто, и она будет от волков нормально отбиваться. Вот, сюда напали. Это нормально. Так, два из двух, два из двух, два из двух. Так, мне нужен хиллер. Здесь построим. Ну, зима спокойно прошла, так что никаких происшествий. Можно жить четверо раненых. Но сейчас у меня два хиллера будет, и я сразу все поправлю. Что, ферму надо? У меня маловато добычи дерева. Так как у меня много жителей, то есть, видите, они потребляют дофига. Но мне сейчас надо в первую очередь всех вылечить. Да, я понимаю, что минус 10. Но я сначала вылечу всех. Это важно. Война лечит. Пойду туда, встану. Так, теперь ферму надо построить, чтобы больше еды добывалось. Так, и где наш скаут? Пока границ чужих не видно. Так, давайте теперь... Извините, пока золото нормально. Давайте больше дерева, чтобы добывали. Я медленно здание строю. Так, воин у меня вылечен. Здесь ферма. И этот, ферму. Йотуны. А что за йотуны? А, вот эти. Ребята. За еду могут присоединиться. Интересно. И мало еды, к тому же, потому что у меня раненые сборщики вот эти. Они хуже собирают еду еще, к тому же. Так, нужен еще один домик. Так, скальт раненый. Охотник раненый. Ну, скаут. Скаута могу вернуть, полечить, между прочим. Почему нет. Сейчас эту область исследует, верну его. И даже, наверное, войны из него сделаю. Да. Пока мне достаточно вот то, что мы исследовали. Вот этих областей мне достаточно. А медведика надо завалить. И вот эту область колонизировать. Ахо! 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 Не понадобилось. Так, кого не лечат? Скальдо или? Да, скальдо. Это правильно все. Так, скальдо долечит. Нападем на медведика. А, у меня сейчас драугры, кстати, появятся. Давайте лучше к этой. В эту область с драугром надо будет разобраться по-быстрому. Спасибо. 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 Какие-то глюки, видите, с отображением рыбы. Сейчас всех вылечат. Так, давайте, наверное, нападем на медведя. Куда ты побежал? Так, они должны убить. Отлично. Так, лечимся. Сколько колонизирует? 120. Хватит ли мне еды тогда? Тем не менее, давайте колонизируем. Мы сейчас всех полечим, и я лекарей переведу в сборщика. О, плюс 150, как раз к завесенник, к золотую камню. Отлично. Я могу что-нибудь апнуть. Так. Камень нужен. Нужно добывать камень. Так, кого они тут? Воина лечат. Плюс одно к производству золота от скальдов. давайте наверное да плюс одно золото чтобы не не строить как можно дольше торговые здания что не пока не нужны не вот камень надо тут подобывать чтобы апгрейдить здание в первой наверно очередь скальдов про апгрейд чтобы они еще больше золота что ну и золото тоже на апгрейд требуется 50 золотых видите так воинов сюда поставлю так и надо бы конечно круг камней уши наука это важно сейчас у меня два хиллера вылечит все тюрьме хиллеры не нужны я их на сбор еды отправлен надо не забывать переключать вот этих всех зависимости от того что вам требуется значит на апгрейд скальдов 50 денег 10 10 камня так ну тут зеленый по деньгам вперед вырывается да почему же там нападают на елки так 1 хиллеры вернем но 1 пока только 0 по счастью для этого мне нужно опнуть здание скальдов вы получать к счастью бонус давайте наверно лагерь разведчиков я пока уничтожу но он не будет деньги на свое содержание использовать так на 50 процентов больше руды давайте вот это возьмем так и нам еще склады надо кстати построить кто-то титул то она получил тоже да блин но а а а а а а а так эти ребята тут пьют на здоровье надо апать старушку охотника и следующую апнем добычу рыбы что как-то я мало еды добываю все съедят крысы ну блин я не могу тут склад построить пока что он соточку требует хотя кстати он 100 надо наверное апнуть это место и тут чтобы склад можно было построить что он дает плюс 10 процентов к производимой этой области еде у меня как раз это область с едой ну и здесь конечно тоже но тут построим когда вот камень будет полностью выработан тогда можно будет построить так а по им эту область чтобы тут я не ту лапнул дебил блин алёша в своем репертуаре так все здесь камень закончился а а а а и у меня сейчас еду сожрут получается так нужен все-таки торговый нужен рынок потому что мне денег не хватает на апгрейд чего бы то ни было сейчас мясо жрут еду крысы блин имея никуда не во что так то что если я успею может эту область зачистить ну давай давай отлично так склад спас еду нормально добыча еды увеличилась теперь мне надо для торговцев здания построить чтобы деньги добывались и плюс домик давай теперь устроим чтобы быстрее все это происходило а думаю до зимы успею собрать плюс 2 производству еды до берем а здесь возьмем плюс к счастью или штраф к производству еды зимой и давайте к счастью чтобы быстрее жители появлялись так тут два из двух три из трех так я думаю тут вместе с башней справиться все отлично так вот эту одну овечку а где еще овечка вон овечка что меньше потреблялась лес зимой да мне еще мне бы найти еще железо где потому что улучшить а вот смотрите куча железа короче мне надо вот тут вынести волков потом колонизировать а потом вот эту область железом колонизировать минус 12 еды нормально я думаю переживем так кого он тут лечит воинов так давайте мы еще одного отправим в лечильнике чтобы это все быстрее происходило что у меня этот раненый немножко медленнее минус 15 еды зима недолго нормально все будет так вот тут надо волков выносить сейчас они всех у меня так давайте мы нападем наверно я думаю лекари быстро мне вылечит надо же использовать как-то лекарей давайте мы возьмем наверно плюс к атаке наших бойцов так сколько стоит этот колонизировать 200 я думаю осилим так я первый по мудрости пока на и тут кстати вон есть железо и тут еще рунный камень отлично на и тут на и тут может разобраться тут пока с этими волками чтобы не нападали просто так плюс по идее пошел так давайте мы тут сначала построим силос потому что он мне счастье дает ну склад нужен будет больше еды давать тогда вот эта вся область давай давай строй быстрее пока в минус не ушли ну один камень остался нападают до елки надо вот тут с этими волками конечно разница все я же защищал уже эту область они опять появляются полин все плюс девять стала так а тут месторождение истощилась этих ребят в добывании еды нет тогда надо еще раз зачистить мне надо улучшить инструменты быстрее то есть вот эта область нужна очень-очень сильно чтобы здесь добывать железо так я и силос кстати могу улучшить он тогда будет лучше работать плюс 20 процентов то есть мне надо деньги и дерево красного вынесли знаю что это восклицательный знак значил так все постов я не вылечил еще война всех до конца кораблестроение уменьшается стоимость улучшения ваших зданий да вот эта тема колонизируем и тут и добычу железо строим лучшие здания дополнительно 10 процентов к производству отлично иди строй а этот иди камень рунный обрабатывай этот ход будет духоводную эти кое-что не переведено и вот есть проблемы уменьшает производство всех ресурсов на 50 процентов и удваивает потребление дров так как бы вот так дерево тогда особо не тратить колонизация 250 стоит так давай добывай тут железо и еще одного нужно больше домов то мы наверно апнем один дом просто как раз счастье и я наверно в первую очередь улучшу тогда инструмент дровосеков чтобы они больше дерева запасли вообще склад давайте наверно лучше так он быстрее все намного будет а уши инструментов еще и деньги требуются когда нужен еще один торговец устроим пир чтобы все быстрее собиралась так в этой области еще один рунный камень вообще стоило бы тоже колонизировать давайте одного лечильника у меня в принципе еды тут дофига сейчас будет так лучшим инструменты лесорубов камень и железо давайте благословение фрейша зимой попроще было так и что мы еще можем улучшить торговцы давайте скальдов чтобы больше счастья еще производили так теперь улучшим торговцев шаймя меньше всего золото добывается еще одного хиллера надо этих вынести на наступление зимы потому что иначе минус нападению будет где то какие земли нападают да отобьются я думаю так давайте хиллеров тогда лучше так все здесь выработали ресурс ну пока много но сейчас наступит это вот зима дурацкая и офигенно в минус все пойдет ну 369 я думаю хватит мне дерево ну кстати еще склад можно улучшить но уже летом давайте о минус 28 пошло так крестьяне мудрецы давайте мудрецов улучшим мне надо быстрее научную победу получать так теперь рыбаки охотники или горняки давайте охотников так не пообщем не достроим блин до 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 а я думаю что закончится раньше у меня дерево все все пришло в норму 1 воина убили так как мы не ду передавать может это рынок надо было по сну торговый пост для них построить снижает цены на рынке ученость чтобы быстрее так мне для научной победы нужен еще один мудрец а мудрец вот тут получается начни надо вот эти области колонизировать и так поэтому давайте от ним дальше сделаем раз война два воина я не могу это оба склонизировать без колонизации этой области 340 дофига 2 дофига это Так, ну зима не скоро, поэтому колонизирую. Так, и улучшу крестьян, наверное, чтобы еда быстрее добывалась. Так, у меня осталось склад улучшить. Так, давайте, наверное, разберемся со всеми тут проблемными. О, Бенни-81, вот его границы. Может, пускай лучше он с этими волками разбирается, а не я. Он пытается победить торговлей, кстати. Блин, может, напасть на него. А сколько этот у меня лидер стоит? 150 золота. Так, тут все. Так, этого одному сюда направим, а этот пускай еду добывает. Так, апнем силос в склад. Так, апнем силос в склад. Так, апнем силос в склад. Надо на зеленого нападать. А, территория не открыта. Так, мне нужен дом скаута. А, территория не открыта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, тут два Драугра появятся. И тут два, блин. Вот тут два хренова. Ладно. Придется одного сюда отправить. Одного сюда. Блин, еще и волк. Ну, трындец. Блин, одному убили мне еще. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА так обратно сюда отправляем одного жителя скаутом делаем и одного жителя ученым кстати я ж могу строить камни за 15 забыл совсем здесь например да нет пускай он тут работает одного хиллера сделаем скаутом да блин чес Победит Он, блин Так, хилер Надо как-то ему помешать Так, хилер Так, хилер Блин, да ладно Уже не успею Красный он меня Опережает по науке Да, блин Ну, зеленый молодец Ничего не могу сказать Я слишком медленно пытался его захватить Ну вот, красный Красный, походу, был Выпомши, то есть он вообще не играл И те, одна область, и в итоге его там захватили Дикие звены Ну вот, почему оранжевый не нападал на зеленого Видя, что он побеждает по золоту Непонятно Те, все подходил Подходил к его границам Ну тут его не главные области, как мне кажется Вот зеленый, этот оранжевый должен был на него нападать А, ну вот Он подвергался атакам Но поздно Поздно Просто поздно Спасибо, что достарели до конца Играйте в умные игры Всем пока Спасибо, что достарели до конца Я Леша Халецкий, тот, кто сделал это видео У меня к вам несколько просьб Во-первых, не забудьте поставить лайк А во-вторых, поделиться этим видео Раз уж вы достарели до конца Видимо, оно вам понравилось Я вам буду благодарен И это поможет распространению моего творчества Для более широких масс На этом все Играйте в умные игры